Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какой же Хэллоуин к нам приехал в этом году, какие изменения в конюшне можно внести с этим праздником, что за питомцы теперь обитают в жуткой поездке, ну и, конечно, поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Начнем мы с нашей родной конюшни, так как в нее тоже вернулся свой собственный Хэллоуин. Правда, сейчас призраки не летают по вашей конюшне вместе с Идрисом, это, если честно, не очень печаль. Но здесь есть очень много тыковок и в том числе лозы, но изменения в этом году затронули нас еще и саму конюшню в плане интерьера. Теперь во вкладке Морланди в абсолютно любой категории вы можете найти дополнительные цвета. У нас появились четыре новые палитры. Призрачная, гоблинская, малиновая и лиловая. Но в некоторых категориях есть еще и отдельный стиль под названием готика, которым очень пришелся многим по душе. Здесь есть также обычный кофейный вид, но и дополнительные те же самые четыре цвета. Отличаются окна, причем вы можете поставить первый вид бесплатно, второй будет уже за шиллинги или эска. Очень красивые витражи. Также у нас есть потолок, который тоже можно поставить первый бесплатно. И надо полистать. Здесь очень много разных видов, в том числе и новые двери, отделка. Но в Морланди, именно в Морландской конюшне, на стенах нам завезли не только цветовые варианты, но еще и обои в виде звездных стен, разных летучих мышек, летающих призраков и жутких тыковок. Так что у вас есть возможность купить это оформление во время Хэллоуина и пользоваться им в течение всего года. Так что копим шиллинги или по возможности старкоинсы, чтобы облагородить наши конюшни. Вместе с Хэллоуином держитесь, к нам приехал новый чемпионский рейтинг и в этом году он стоит того, чтобы его посещать. Нужно в течение уже 24 дней проходить гонки, зарабатывать очки, чтобы получать замечательные стилизованные хэллоуинские розетки. Всего розеток 7, вы можете посмотреть их в справочнике по чемпионскому рейтинге. Это тыковка, лента с призраком, черной кошкой, со скелетиком, летучей мышью, лента с пауком и также лента с курселью. Я считаю, лента с курселью обязаны получить все те люди, которые хотят купить уже на следующей неделе новую магическую лошадку. Рейтинг будет длиться вплоть до окончания хэллоуинского ивента. Сколько получать очков вы будете за каждое место, здесь расписано. Вы всегда можете посмотреть эту информацию на стойке с менеджером чемпионата. Возвращение хэллоуина. Значит, снова беспокойные призраки появились на Юрвике. Вот такие вот призрачные воронки сообщают нам о том, что в этом месте находится заблудшая душа, которой нужно помочь собрать себя по осколочкам. За такое задание вы будете получать опыт вашей лошади. Ну а также и эти самые осколочки в количестве, по-моему, трех или пяти штучек. Эти осколки вам еще понадобятся, так как их нужно бросать в котел. Или если у вас их накопится слишком много, вы можете обменять их в цитадели наездника Томпсона на жетоны хэллоуина. Ну а теперь немножко о самом хэллоуине. На карте вы можете видеть, в каких местах находятся порталы, которые помогут попасть вам в цитадель. Порталы есть абсолютно в каждом большом крупном регионе, иногда даже по несколько штучек. Порталами могут пользоваться все, в том числе игроки без страйдера. Какие же задания и приключения ждет нас в цитадели? У нас, как всегда, приезжает наш любимый котел, в который нужно будет кидать ингредиенты. Как же он работает? Для начала нам нужно выполнить задание у Карин, после чего она дает каждый день первое базовое ежедневное задание, в котором есть уточнение, какие ингредиенты нужно кидать в этот котел, чтобы его активировать, скажем так, в этот день. После чего вы сможете бросать в этот котел абсолютно любые ингредиенты из данного списка в течение каждого часа. Но счетчик идет не на начало-конец, а вот на целые 60 минут. То есть, если вы кинули ингредиенты в конце часа и думаете, что после нулей он активируется вновь, он слишком хитер для этого, и это так не работает. За эти ингредиенты вам может выпасть вот такой вот сет, называется он. Сет убийственной серьезности. У меня он, правда, собран до сих пор еще не весь. Есть еще вот нагавки и вот такой вот шлем. Симпатичные цветовые гамма фрака, бежевые штанишки и очень нежно-коричневые шлем, перчатки и сапожки. Седло и уздечка это уже этот комплект, так что он очень пригодится тем, кто любит выездку. И тут еще очень много золотых элементов, в том числе золотые черепочки. Смотрится этот комплект очень интересно. И да, все-таки он с капелькой жутковатости. На первой неделе Хэллоуина магазины работают не полностью. У нас имеется базовый магазин со всеми масками, в том числе и венецианские маски, и привычные нам старенькие добрые картонные моськи разных персонажей Юрвика. Магазин с волшебной пыльцой пока что не работает. Будем ждать следующей недели. Глядишь, откроется. Магазин потустороннее облачение предоставляет нам два новых темных, я бы сказала, dark school сета в стиле вампиров, наверное, за СК и шиллинги. Также здесь находятся два комплекта прошлого года. Вот такие вот морозная и болотная ведьмочка. Но куда же делись все остальные комплекты? Об этом чуть немножечко попозднее. Конечно, не забываем и о товарах за жетоны. Один новый черно-зеленый комплект, очень похожий на предыдущего года платье Wednesday. В этом году у нас комплект изумрудное готическое платье, которое вы можете целиком и полностью обменять на жетоны. Но только если раньше игроки могли получить амуницию и одежду за жетоны и сразу ее носить, если вы даже это все получили, то сейчас вы не сможете получить эти вещи, не имея девятый уровень. Теперь настройки игры не позволяют даже получить, точнее надеть на себя предмет, который у вас в сумке. То есть если вы его все-таки купили и у вас нету девятого уровня, вы не сможете им пользоваться. Раньше эту функцию можно было обойти. И если ты покупал предметы за жетоны или получал их по кодику, то носить ты мог их спокойно. Здесь также еще и позапрошлого года комплект питомцы и есть воронье перо и болотный огонек в банке на случай, если у вас очень много жетонов. Дальше по поводу вещей, которые были в первом магазине. Они теперь продаются в магазине роковых скидок. Нет, разработчики не собираются их убирать и не дай бог. Просто теперь комплекты более давние будут продаваться со скидкой. Здесь мы можем как раз таки и увидеть все эти виды сетов. В том числе вот этот клоунский. Я не знаю, есть ли тут еще сеты еще более старые. Они у меня имеются в наличии, поэтому в принципе могут не отображаться. Скидка здесь действует постоянно в течение всего Хэллоуина. Это значит, что в следующем году в этот магазин добавится два ведьминских сета болотной ведьмы и зимней ведьмочки. Так что если вы какой-то комплект хотите очень сильно, но у вас не хватает шиллингов или СК, чтобы его купить, и вы в принципе можете подождать еще годик или два, то вы можете подождать и он будет продаваться со скидкой. Лошадок в цитадели становится слишком много. Здесь уже нету места, куда можно было бы поставить лошадей. Но не забываем, что вот здесь у нас будут стоять новички следующей недели. К нам приедут два новых магических коня. Это уже заранее новости следующей недели. Здесь продаются также питомцы, все хэллоуинские. Они у меня просто есть, но вы можете купить их здесь у этого продавца за старкоинсы. Все лошади продаются чуть дешевле, чем их обычные собратья. Здесь у нас есть лошади на модельке Хофлингера, Теннесси, Дикой Лошади Юрвика, Квотерхорса, Фьордов, Шара и Американского Пейнхорса. Но, к сожалению, две волшебные лошадки на модели Фьордов, это последний их раз на хэллоуинском ивенте. Но не переживайте, не расстраивайтесь. Разработчики их не удаляют, а просто переносят из этой локации цитадели в будущем в открытый мир Юрвика. Разработчики уточнили прямым текстом, что они их не собираются удалять и что в будущем они вернутся на Юрвик. У меня есть предчувствие, что тыковка будет продаваться где-то в районе тыкви на ферме Джаспера, а вот эта вот прелесть будет продаваться где-то, видимо, у домика Пи на болотах. Ну, в принципе, территория, где они могут хорошо прижиться, нам ясно и понятно, это долина Золотых Холмов. Так что не расстраивайтесь, эти лошадки уходят с ивента, но не покидают Юрвик. Ну, а теперь об активностях этого Хэллоуина. У нас добавился новый призрак Люси. Этот призрак дает нам задание, за которое будет даваться три осенних жетона на прохождение чемпионатов. Это задание у нас ежедневное и постоянное, то есть вы можете каждый час, каждые полчаса брать это задание и выполнять его на чемпионатах, дабы заработать жетоны. Гонки все те же самые, как и в прошлом году. Жуткая поездка по маршруту позволит нам окунуться в разные ситуации в Долине Золотых Холмов. Также тыковки, с которыми вы тоже можете поиграться и получить много разных подарочков, не только жетоны. Гонка Птичьего Пугала дает нам очень щедрое количество опыта, за прохождение которой вы будете получать 50 шиллингов, два осенних жетона и 300 опыта для вашей лошади. Также есть гонка мучительная, гонка всадника без головы, которая дает нам 50 шиллингов Юрвика, два осенних жетона и также 300 опыта лошади. Также у нас еще имеется гонка на отдельном острове, исключительно для персонажа по лабиринту с призраками и тыковками. Так что если вы хотите развлекаться здесь каждый день и прокачивать лошадок, сейчас это самое время. Но на этом Хэллоуин у нас еще не заканчивается. Слишком много новостей. За поиск тыковок в долине Золотых Холмов вы имеете шанс получить себе нового питомца. Тыковку очень симпатичную, она мне очень сильно понравилась. Получить я смогла ее довольно быстро. Практически все уже в первый день бегали с этой тыковкой. Она очень милая, такая вот черная, но при этом огненно-демоническо-красная. Не знаю, она мне очень сильно нравится. Пожалуй, сейчас это одна из моих любимых тыковок. Самая любимая, конечно, остается тыковка. Это вот такая вот обычная оранжевая. И вот эта вот лапушка. Вы посмотрите, как большая тыковка смотрит на эту малютку. Очень симпатичная. Называется она у нас Тыквира-повелительница мрака. Это отсылка на Эльвиру-повелительницу ЦМИ. Хоть она и выглядит мрачной, но внутри она нежнее сахарной ваты. Вот такая вот очень милая тыковка. Так что халявный питомец почему бы и нет. Жуткая поездка в этом году подготовила нам неожиданный сюрприз в виде двух новых питомцев. И если вдруг вы не знаете, как их получить и как добраться до того места, как их получить, следуйте за мной по этой жуткой поездке по маршруту. В этом году очень странно. Пока что у нас нету двух птиц, двух воронов, которые мы получали раньше на алтаре за обмен на составляющие. Это были камушки, косточки и, по-моему, перья. Мы их получали. Это были два таких бесплатных питомца, но за которыми еще нужно было постараться, чтобы их получить, так как нужно было очень много перьев, костей. И все носились по этой жуткой поездке. Но в этом году пока что этих птичек нету. Может быть, они не отображаются лично мне. Может быть, они будут на следующей неделе. Но в этот раз нам завезли кое-что новенькое и очень даже жуткое. Если вы помните, есть такой страшный персонаж, который когда-то любил пугать нас тем, что он закусывает нашими лошадками. Персонаж по имени Игур. И вот именно этот самый жуткий персонаж и находится теперь в этой жуткой поездке. И он нам рассказывает о том, что он тоже хочет стать сумасшедшим ученым. И с помощью этого алтара, которым он теперь называет своим столом для экспериментов, лабораторный стол, он хочет подарить и одарить нас питомцами. Двумя питомцами. Первый из которых это кролик-заплатка, а второй питомец это вот такой вот котик-стежочек. Выглядят они действительно немного жутко, потому что эти питомцы сделаны специально так, что они сшиты. Сшиты, как тот самый Франкенштейн. И здесь очень классная анимация, как нам Игур их оживляет. Это очень жутко. Для того, чтобы получить этого питомца, вам понадобится один ключ с черепом. Его найти довольно легко по этой поездке. 80 костей, воздушный змей и два разных ошейника. Ошейник для кролика и ошейник для котика. Найти их немножечко тяжелее, но на самом деле здесь все зависит от удачи, потому что многие находят их быстрее, а кто-то, как я, мучается и до сих пор не может найти, к примеру, воздушный змей для кролика. Если вам не хватает косточек, то после каньонов жуткой поездки будет сидеть Ворон По, который за разные ингредиенты, которые вы можете найти в этой же самой жуткой поездке, готов обменять их на косточки. Если вы, конечно, не хотите оставить эти предметы себе для продажи, так как загадочная книга, к примеру, рецептов стоит 300, а черненький камушек, по-моему, 500, вы за них можете получить очень хорошее количество костей или же оставить и продать для того, чтобы получить шиллинги Юрвика. Немножечко подскажу, где можно найти ошейники, но с процентом везения это я вам не гарантирую. Чуть ниже лагеря, где сидит Ворон По, имеется вот такая тропиночка, и в зависимости от поездки здесь могут быть вот такие вот надгроби, и сейчас нам, по-моему, не повезло, тут ничего нету, но вот здесь вот могут быть ошейнички. Иногда один, иногда два, но еще и чуть ниже, если спуститься с холма, вот здесь тоже у нас отдельная тропиночка, здесь у нас появляется периодически ключик, это одна из двух локаций, где он может появляться, но здесь тоже могут появляться ошейнички. Как видите, сейчас мне не везет, но, в принципе, мне и не надо. У меня ошейничек, по-моему, лежит в шкафу. Это единственные две локации, где могут появляться ошейнички, так что удачи вам с поиском этих самых ошейников. Также забыла сказать, в этом же котле вы можете, кроме целого сета, получить еще и питомца в виде кошечки в ведьминской шляпочке. Питомец очень симпатичный, у меня с прошлого года их уже в общей сумме, получается, четыре накопилось, но я надеюсь, что удача будет вам сопутствовать, и вы тоже сможете получить себе одну такую кошечку, киса некромянтка. Вот такая вот очень симпатичная, она, по-моему, полосатая, да, вот такая вот темно-серая тигрица с белыми лапками, белым пузиком и белой моськой. Да, вот такая вот кисть у нее, очень симпатичная, очень милая, просто милашечная, зеленые глазки, у нее есть своя собственная шапочка ведьмы, так что я считаю, это идеальный спутник для любой ведьмочки на Юрике. Новости по этому обновлению мы завершаем воссоединением семьи драконов. Теперь на средневековой ярмарке в зверином логове продаются питомцы фризов драконов. Это вот волшебные скатики, виверна Каланди и виверна Хапанди, которые сопровождали наших фризов, когда они еще продавались у Гарри Голдспора, когда он путешествовал и приезжал с ними на Юрике. К сожалению, разработчики пока что не добавили хоть какой-то намек, что эти виверны теперь здесь продаются, здесь у нас только чирикают дракошики, и нету ни одной виверны. Так что запоминайте, запоминайте, что вот эти вот два скатика продаются исключительно теперь здесь по цене 200 СК каждый. Очень мило, что они решили так быстро воссоединить всю семью драконов. Здесь теперь есть и скатики, и червякающие дракончики, и два взрослых дракона, которые сторожат свое логово. На этом видео по этому крупному обновлению первой неделе Хэллоуина подошел к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вам больше всего нравится в этом празднике, в этом ивенте. Мне, если честно, нравится больше всего цитадель наездника. И я опять же повторюсь, была бы возможность, я жила бы здесь круглый год в качестве своей конюшни. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!